Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки не интеллигенты. У нас с вами сегодня окончание турнира и мы забираем свой приз. Так, я остался в мастере 1 звезда, поэтому хорошо, и забираем главный приз. Так, 8400 сюрикенов, а 40 ДНК на донатовое видение, 90 золотых осколков и 55 платиновых. Плюс забираем здесь награды, отлично. Так, бежим быстренько в магазин, открываем с тобой колоду. И нам выпадает Кирби, да? Собственной персоной. Ну-ка, теперь я хочу посмотреть. Ох, ё-моё, друзья мои, мы можем с вами перевести в золотой ранг двух персонажей. Это Бибу и Микеланджело. Но, нам нужно выбрать с вами, кто же всё-таки перейдёт. Потому что у нас не хватит с вами золотых осколков на двоих сразу. И вот здесь вот интересный вопросик возникает. Я всё-таки думаю, что надо переводить Бибопа. Ну, во-первых, у него всё-таки уровень побольше, да? Он сорокового. Ну, и к тому же, неплохой боец. Я думаю, что всё-таки надо его. Так что, ребята, надеюсь, вы будете со мной согласны и меня поддержите в этом плане. Поехали. Вау. Ну что же, Бибопчик у нас перешёл в золотой ранг и получает четыре золотые звезды. Отлично. Ну, а мы с вами сегодня пойдём на арену. Потому что у нас только неделя закончилась, да? И мы с вами сразу приступаем к бусту. Будем бустовать сегодня. И, как видите, у нас разыгрывается Рафаэль. Кстати, тоже неплохо. А на испытаниях у нас будет сплинтер. Угу. Здесь у нас свет в темноте, городская война. И живи долго и играючи. В принципе, неплохо, я считаю. Ну что же, приступим. Так, задания у нас, да, все выполнены. Так что, сразу идём на турнирную арену. Поехали. Так, Алексис, Эстебан и Дао. Ну, здесь вообще не имеет значения, кого убрать. Они все по кубкам одинаковые. А у нас, как говорится, тридцатые уровни. Поэтому нам плевать, что здесь тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый левел. Вот с этой Этруидс, пожалуй, мы и начнём. Ну что, роднулька, ты готов? Я думаю, вполне. Так что, получи. Оу, крепкий малый. Бакстер не упал. Зато сейчас упал. Так. Эйприл, зачем ты делаешь отхил? Он тебе не поможет. Ой-ой-ой-ой, Ванюша-то какой грозный тут. Ё-моё. Так, минус Эйприл. И давай-ка, наверное, ушатаем уже, в конце концов, Ванюшу. Не получилось. Отлично. Ну что, ребята, неплохое начало. И, надеюсь, так сегодня у нас вся игра с вами пройдёт. Ну, ещё раз говорю. Бустуем. Это не говорит о том, что мы с вами доберёмся, например, сегодня до Сёгунов. Да, и там же останемся. Нет, мы просто сделаем некий прорыв, такой задел, для того, чтобы, когда нас завтра сбросят, мы не слишком низко упали, где-нибудь там остановились с тобой на самураях. И, в принципе, неплохо. К тому же, сам видел, да? Рафаэльчик у нас будет разыгрываться на этой неделе. А он, в принципе, нам пригодится. Так, Лига Войнов, две звезды. Ранг у нас 86-й. И мы продолжаем. Так, Джуни. Аксахелл. И Дау. Тут тоже без разницы, кого выбирать. Ну, смотри, игра уже началась только, да? А уже 18-й, 16-й уровней. Я думаю, что здесь мы в скором времени встретим и 20-е, и 30-е, и 40-е, и 50-е. Буквально на самом начале игры. Потому что все рванули проходить. Так, ну что, бакса падает у нас. Отлично. Дальше давай попробуем уложить Рафаэля. Не так-то всё просто. Лео, успокойся. О, да он ещё и хилять решил. Зря ты, пупсик, так зря. Ну-ка. Отлично. Отлично Лео космоса завалил. Так, и остаётся... Всё, ребята, никаких проблем. Всё идеальненько. Мои 30-е уровни, как говорится, рвут и мечут в этой карточке. Ну, а мы с тобой продолжаем. И вот у нас и Войн 3 звезды. Сотая позиция. Как ровненько мы с тобой, да? Сделали всё. А вот об этом я тебе и говорил. Смотри, третий бой, а у нас уже 20-е уровни. То есть, очень быстро мы с тобой двигаемся. Так, Крис или Александр. Наверное, я возьму всё-таки... Наверное, всё-таки Криса возьму. Потому что у него там чуть-чуть послабее персонажи. К тому же есть бронзовый ранг. Будем дараться именно с ним. Так, давай-ка мы определимся. Донателло. Так, ещё один Донателло. Рафаэль и Би-Боб. В костюме кролика. Слушай, ну здесь всё будет довольно-таки легко и просто. Потому что... Так, Рафаэль, кого же ты мне сейчас ушатаешь? Давай попробуем с Бакстера. Ну-ка. Неплохо ударил. Попробуем добить. Шикарно. Ну что, Донни. Давай-ка прояви свою прыть. Оу, постепенный урон на всех повесили. Давай-ка сделаем ещё вот так вот. Минус леву. Так. Ха-ха-ха. Там у нас кто был? По-моему, Микеланджело. И донателло мы с собой вырубаем. Шикарненько. И я думаю, что скоро буквально ещё через пару... Другую боёв мы перейдём уже... Ну-ка. Ай-яй-яй, нет. Слушай, ну смотри, неплохо. 98 ступенек мы с тобой пролетели. Просто на одном дыхании. Ох, если так дела пойдут, то быстренько с тобой доберёмся до... Самураев. Так, давай, наверное, я выберу здесь Наталью. Ах, погоди-погоди. Ладно, не хочу, ребят, назад возвращаться. Потому что игра может, как всегда, вылететь. Она со своими прибамбахами в этом плане. Просто там было кубков немножко побольше. Там было 12-13. А я выбрал 12-12. Ладно, ничего страшного. Так, что у нас тут? Майки и Рафаэль оригинал. А будем начинать мы, пожалуй, с Бакстера Стокмана. Поехали. Ух ты, заблокировали ему способность. Давай-ка вызовем дух Они. Пускай тут шуганёт их маленько. Ха-ха. Бросаем теперь бомбочку. Майки, давай, не оплошай. Как-то кисленько получилось на самом деле. Ух ты. Ну, куда ты? Куда ты вот? Даже не попал, ребят. Так, а здесь критический был удар, да? Но мы всё равно получили сопротивление. Так, давай-ка мы добьём с тобой нейтрализатора. И приступим уже к Майке. Ну-ка. Нормуль. Так, бебобчик, я смотрю, тут что-то раздухарился. Не на шутку. Плечом мы его бортанули, но не добили. Шинегами. Шинегами как раз добивает. Отлично. Ну что, ребята, идеальная победа. Мы с вами продвигаемся, конечно же, дальше. И у нас будет уже... Да, именно элита. 32-я позиция. Шикарно. То есть ещё один бой, и будет элита уже две звезды. Значит так, мы с тобой выберем здесь... Энд. Таракан. Или как его? Муравей. Ну, энд, наверное, как муравей получается у нас. Раз, два, три, четыре. Кстати, смотри, уже 30-е, 32-е уровни практически как мы. Мы 34-е, 35-е. То есть именно об этом я тебе и говорил. Что мы сегодня начинаем ускоряться. И, соответственно, будут враги тоже довольно сильные. Ну что, я думаю, надо приступать именно с Криса Брэдфорда. Массовая атака от Лео. Слушай, что-то не то. А если мы так сделаем? Хм. Ну давай массовую тогда, ё-моё. Что-то не айс. Так, делают отхилл, скорее всего. Угу. Так, Доня, успокойся, пожалуйста. Не надо тут буянить. Так, Крип делает провокацию. Всё, они меня достали. Поэтому давай начинать уже их разбирать потихоньку. Ну-ка. Слушай, а чё он такой сильный-то в этой провокации? А, уровень-то 30-й. Практически нашего уровня. У нас с тобой кто? Только лишь Каркадил, да? Получается 40-го, остальные 35-го. А вот в чём проблема-то. Ну, давай-ка добьём, наверное, с тобой. Угу. Не получилось. Так, что же вы вытавляете-то, ероды? Ну. Наконец-то Крипа пробили. Мы можем, конечно, охильнуться. Но я думаю, пока не стоит этого делать. Вроде чувствуем себя ещё нормуль. Так, понизили физ-атаку. Ну-ка, добить его. Ой, какие же вы слабые. Не можете ничего толком сделать. Давай. Так, и добивочный. Отлично. Пит радостный, довольный. Сплясал. Всё отлично. Ну, самое главное, что мы с вами никого не потеряли. И это уже огромный для нас плюс. И, как ты понимаешь, мы в элите 2 звезды. 70-я позиция. Я думаю, наверное, боя может быть другой. И мы с вами перейдём уже в элиту 3 звезды. Так, выбираем с вами здесь. Давай Джонатана возьмём. Я думаю, никакого здесь смысла нету, да? Перебирать персонажа. Потому что кубки одинаковые. Там уровень практически друг от друга не отличается. Так что не будем особо зацикливаться. Погнали. Кстати, компания у нас неплохая. У нас есть, смотри-ка, кролики. Тут даже Бибоб с Рокстыди вместе. Ну, начнём с массовых атак. Если такие будут, надо именно с них начинать. Так, Мондагека ушатать надо. Потому что он будет, ребята, делать ускорение и баф. Так, а я вот хотел давно проверить гранатку. Вот эту вот. Мы её недавно получили. Ох, Бибобчик. Вот это ты меня порадовал. Ты видел, да? Он бросил гранату. И остальные персонажи просто полегли. Это меня устраивает. Ну, а мы с вами переходим. Переходим в элиту 3 звезды. У нас 88 ранг. Сашка. Тут непонятно кто. И батл. Я, наверное, возьму Санька. Буду именно с ним драться. Так, и определяемся. Тут уже, как видишь, 33 уровень появляется. А мы с тобой перешли пламенько на 40. То есть, ещё более 2-3 уже будут полтинники. Хотя 40 и 45 уровней у меня здесь предостаточно. Ну что же. По возможности надо начинать с массовых атак. Поэтому бросаем с вами баллончик. Теперь ураган от Макмана. Неплохо. Так, Лео делает отхил. А мы с тобой попробуем ушатать бак Старостокмана. Так, ну, по крайней мере, меткость ему понизили. И давай-ка сделаем, наверное, вот эту вот плюшку бросим. Ой-ой-ой, что-то слабенькое. Нам надо вырубить с тобой, наверное, Донателло. Попробовать. Минус. Теперь вот этого Дони. Отлично. И остаётся Леонардо. И Махман его добивает. Ну что же, идеальная победа. И мы с тобой двигаемся дальше. Так, посмотрим, перейдём мы с тобой на следующий ранг. Или же нет. Пока не получается. У нас 19-я позиция. До самураев ещё пока не дотягиваем. Так, Алексей. Сидхант. И Ахмед. Ну, я думаю, возьму, наверное, Сидханта. Сидхант. 36-й уже левел у врага. А у нас 41-й, 43-й и вот 45-й уже пошли. То есть 45-й, 45-й и потом пойдут уже полтинники. Где-то на боя 2 у меня хватит 45-ых. Да, а потом полтинники. Ну, а дальше уже пойдёт имба. Ну что же, давай начнём с массовых атак. Майки Космос отжигает. И, слушай, неплохо вдарили. Вызываем придурков из другого измерения. Так, и нам нужно добить. Ну, я думаю, что Крэнк с этим делом справится. Давайте зарядим снаряд. Отлично. Великолепно всё у нас с вами получается. Ну, обрадуйте меня, пожалуйста. Переведите нас уже, в конце концов, в самураи. Я этого очень хочу. Есть. 58-я позиция. Ну что же. Уже хорошо. Уже радуется, да? Уже тепло на душе. И мы с тобой выбираем. Василия. Да. Будем играть с Васькой. Так, у него 38-й максимальный. Но, к сожалению, мы с нами не справимся, потому что у нас с тобой 45-й. Ладно. Не будем расстраиваться. Нам-то это как раз и выгодно, и лучше. Причём играем без Леонарда пока. Давай-ка мы с тобой, наверное, станцуем. Укрепим нашу команду на физ-атаку. Так, теперь надо начинать с кого? Ну, по идее, с мухи. Можно, конечно, ещё начать с Рокстеди. Но я хочу ушатать муху. Ммм, не вышло. А если так? Нормуль. Блин, мне не хватает услышать, знаешь чего? Массовые атаки, когда он кружится вот этой булавой, да? И наносит всем урон. Очень неплохой такой удар. А так придётся обычными одиночными ударчиками бомбить. Так, отлично всё получается. Остаётся лишь Рокстеди. Так, начинает вот этот вот удар противный, да? Смотрите, сколько здоровья отнимает. Но мы его вырубим. И Донателло загасили. Ну что, ребята, идеальная победа. Сейчас посмотрим, на какое место мы с вами приземнимся. Ну, я думаю, это будет где-нибудь... Где-нибудь Самурай 2 звезды. И 99-е место. Так, и выбираем, кого нам здесь с вами взять. Слушай, я думаю, наверное, мы выберем с тобой Дафну. Именно с этой девчулей будем разбираться. Кстати, уровень уже здесь 41-й. А мы ещё кружимся на 45-х. Хм. Так, ещё один герой 45-го уровня. Потом пойдут полтинники. Слушай, и полтинников тоже у меня хватает. И я-то думал, их там персонажей 5-6, а их там где-то с десяточек наберётся. Так, они начинают первые. Угу. Нет, 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 нет. Не надо. Вот зачем так, а? Вы жулики. Так, хила у меня здесь нету, получается, да? Значит, нам нужно с тобой сносить быстренько Кирби. Так, давай, Дони. Чё-то как-то не получилось. А если сделаем волну? Ну, неплохо их потеребили. Но всё равно нам надо добивать Кирби. Теперь... Теперь давай подумаем. Так, майки или же... Так, ну будет следующий входить до Нотелла. Поэтому надо его, наверное, всё-таки попробовать ушатать. Так, ну мы понизили ему броню. Так, попробуем поджарить их всех. Да, что-то у нас тут плохо дело идёт. Смотри-ка. У нас до Нотелла практически его разобрали. Так, мы уничтожили кроликов. Давай-ка я, наверное, возьму провокацию. Я не хочу, чтобы до Нотелла у нас погиб здесь. Из-за какой-нибудь ерунды. Так, и попробуем шатать майки. Отлично получилось. И остаётся Рафаэль. А Рафаэль, как всегда, делает баф на себя. А, дебаф на меня. Я думал, что он будет на себя крит вешать. Но он на нас, как говорится, повесил понижение скорости боя. Но, тем не менее, это его не спасло, ребята. Мы его разобрали и двигаемся с вами дальше. Какое местечко у нас с вами сейчас появится? Так, 48-ое. То есть, ещё один бой. И мы с тобой в Самурае 3 звезды. А там уже, как говорится, и здравствуйте, сёгуны. Так, тут у нас Спейс, Скотт и Клаудия. Выбираем, конечно же, Спейса. 45-ый уровень у него. И видим два бронзовых персонажа. Это Майки и Лео. Но я думаю, что здесь всё-таки мы справимся. Опять же, без помощи наших хаев. И что у нас тут ожидается? Так, Лео, Лео. Хм, Дони, Майки и О'Нил. Я буду начинать, наверное, с Микеланджело. Хотя нет, ребята, надо начинать с Эйприл. С Майки можно в любую секунду начать. Но нам нужно всё-таки убирать отсюда лекарей. Так, хорошо получилось у нас физ. атака понижена, да? На Эйприл, на Лео и на Донателло. И всё-таки надо всё равно прожимать, ребята. Эйприл, О'Нил. Крепкая, да? Слушай, я могу, в принципе, сделать вот так вот. Это будет у нас массовый отхил. А он нам пригодится, я думаю. Хотя Эйприл 100% сейчас то же самое сделает. Она всех залечит. Здесь, конечно, успеет после вот этого удара. Нет, ей не суждено, конечно, подлечить. Так что, ребятушки, мы с вами в куражах. Ну, сами понимаете, почему. Лекаря нет. Единственное, что, конечно, сейчас Донателло сделал подлый такой трюк. Он поставил усиление брони. Что же нам с тобой сделать-то? Ну, будем пробивать каким-то вот способом. Не могу, прикинь, какой он сильный. Ну-ка. Никак не получается вырубить его. Так, месть. Аллопекс сделает. Ну, все, Микеланджел тут упал. Лео, хорошо, успокойся. Вот это, кстати, очень опасный удар, который он делает. Леонардо. Да что ж ты будешь делать? Ох, ё, парасеты. Не-не-не-не, ребята, я не хочу, чтобы он у меня упал. А, скорее всего, так и будет. Слушай, это очень опасно. Ты смотри, я не могу ничего сделать. Пробить не могу. Так, дебафа нету. Так, нам нужно срочно как-то дождаться хилку. Вот. Майки вся надежда на тебя, потому что ты... Это, конечно, не то, что бы я хотел. Так, Лео, давай попробуем его пробить. Удары какие-то вообще, ребята, ну, нелепые. Детские, просто не можем даже... Да что ж ты, вы хотите меня уничтожить, да? Вы, смотри, тоже самое делаете, а? Ускорение сделала. Что-то, ребят, пошло не так. Совсем не так все идет. Нам нужно с вами вырубить как можно быстрее их. Так, Лео, падай уже в конце концов. Не хочет и все здесь. Отлично, ребята. Так, теперь нам, по идее, нужно уничтожить... Блин, вот эта вот защита, конечно, меня раздражает. Все, мы потеряли с вами майки. Это было неизбежно. Так, ну... И как только майки не стало... Точнее, этого, да, Микеланджелу не стало, а они сразу почему-то дают прослабление. Почему-то у нас сразу атаки начали бомбить не по-детски. А как только майки был в нашей команде живой и целенький, и невредимый, я фиг их мог пробить. Как это объяснить, а? Специально все, что ли, такой алгоритм в игре сделали? Ой, друзья мои, ну, конечно, мы с вами потеряли бойца, поэтому мы не перешли с вами в турнир. Ой, в турнир, о чем я говорю. В Лигу Самураев 3 звезды. Потому что, ну, мало кубков получили. Так, Вадим Мура... Ну, я не знаю, давай, наверное, возьмем с тобой Вадима. 43-й максимальный уровень здесь. Да, я не ожидал, конечно, что мы вот так вот с вами лопухнемся. Слабо, очень слабо было сыграно, хотя и Супер Шередер с отхилом, со своим... Но не помогло нам-то все. Ладно, не будем сейчас об этом думать, не будем зацикливаться, будем продолжать дальше драться. Так, тихонько. Майки делает себе инициативу, я так понимаю. Тихо, 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 не надо. Не надо мне ронять тут никого, ни Крипа, ни Кресиного Короля. Вот, минус двоечка и добиваем, скорее всего. Да, но все равно садочек остается у меня за душой. Так, ладно, здесь мы с тобой рванули. Теперь-то, я думаю, мы окажемся, но теперь-то, само собой, разумеется, и у нас 69-я позиция. Так, значит, Дмитрий, Клаудиус и Роман. Я возьму, наверное, здесь Кладиуса. Так, а у нас с тобой персонажей, да, скажем разом, все меньше, меньше и меньше. То есть, остается где-то еще боя 3-4. Это максимально, что я могу выжить, и, судя по всему, мы с вами не успеем попасть в Сегуны. Две звезды. Я уже молчу про три звезды. Так, Майки опять делает усиление команды. Нам нужно как можно быстрее убрать получилось. Я просто не хотел, чтобы они делали ускорение. Так, хорош. Макман, ё-моё, да что ж вы делаете, а? Так, Эйприл, давай быстрее лечи. Что нам сделать? Давай, наверное, ускоримся. Макман, конечно, да, противный типов здесь. Ничего не скажешь. И я хочу, наверное, наказать Шредера. Да, наказал. Да что ж ты будешь делать? Ребят, что за день сегодня такой, а? Это что у нас, извините меня, за лига такая, что я второго бойца потерял? Давно такого не было, если честно. Давно. Ну, я, видимо, расслабился. Понадеялся на них. Не стал брать хаев. А вы знаете прекрасно, что раньше я всегда брал слабеньких персонажей вместе с имбой. Ну, тут, видишь, сказал, что всё очень хорошо идёт. Бдительность потерял и за это поплатился. Ну, зато более-менее на равных всё-таки мы играем с противником. Так. Погнали. Ну, знаешь, почему я не особо расстраиваюсь в этом плане? Потому что это у нас всё равно пробный забег. Завтра буквально всё изменится. Завтра меня сбросят там, я не знаю, да, самураев там. Может быть, даже одной звезды. Сейчас мы с тобой просто делаем буст. Как можно больше набираем очков и преимущества, да, для дальнейшего. Так, и что же у нас получается? Да, до сих пор ещё в самураях, друзья мои. Потому что потеряли бойца опять в очередной раз. Так, Андрюха, Гарри и Сергей. Я возьму, наверное, Гарри. И видим, что 51 уровень. Вот. Вот здесь, кстати, уже, друзья мои, чтобы не лопухнуться, надо взять хайчик одного. И это будет у меня железноголовый. Ну, отлично. Вот здесь вот 100% уже за счёт железноголовы никто, по идее, не должен у нас пострадать. Ну что же, поехали. Начнём с массовой атаки. Ну, ты сам видишь, да, что тут происходит. Минус Лео. Минус Донателло. И минус, надеюсь, Сплинтер. Упс. Ха-ха-ха. Как всегда, Кирби то косит, то не попадает, то ещё что-нибудь. Ну-ка, атак если. О, видишь. А Джастин, как говорится, поддал газку и Сплинтер сдулся. Ну что же. Теперь-то мы с тобой перейдём, ведь, я так понимаю, да, в Сёгуны. Да, друзья мои, Сёгуна одна звезда, 94-я позиция. Слушай, скорее всего, можем добраться до Сёгуна двух звёзд. Сейчас посмотрим, как пойдёт дело. Ну, одинаковые кубки, поэтому я возьму самого-самого слабого. И это у нас, скорее всего, будет Джоэл. Так, значит, у нас с тобой Ванька, Паукус, Нейтрализатор, Тимати и сюда нет. И возьмём сюда, наверное, Рахзара. Ну, что, голодранцы готовы. Тогда мы понеслись. Поехали. Хопа. Так, постепенно урон повесили. Давай теперь Паукусом массуку сделаем. Так, не надо, Майки, не надо усилять свою команду, пожалуйста. Это, я думаю, тебе не поможет. Ванюша упал. Так. Ай-яй-яй. Думаю. Да иди ты к лешему, а. Он делает отхил. Ускорение ещё, ко всему прочему. Так, что у нас, друзья мои, остаётся? Только не защиту. Блин, офигеть. Они тут на себя повесили. Так, Ванька, давай попробуем с тобой. Отлично. Слушай, неплохо. Теперь. За гранатомёт. Слушай, ну, в принципе, да, в принципе, здесь мы с тобой выиграли. Так, минус Майки и минус Роквелл. Отлично. Что хотел, то и воплотил. Ну, что же, а мы с тобой переходим. Я думаю, что это у нас будет... Сёгун две звезды? Ага. Нет, ребят. Что-то я слишком многого захотел. Аж на сто ступенек перепрыгнуть. Нет, конечно же, ребят. После этого будет, скорее всего, да. Так, уберём с тобой Серёгу. Берём Серёгу и... Раз, два, три, четыре, пять. Тут 51 уровень максимальный. Да, я думаю, что эта команда вполне справится. Тем более мы с вами в золоте, а не в серебре. И никаких проблем у нас не должно возникнуть. Начинаем, естественно, с массовых атак. Давай. Окей. Так. Шархан. Вообще на изи. Смотри. Блин, вот почему нельзя вот так вот всю, извини меня, лигу проходить от начала и до конца, да? На изи не парись, чтобы они падали просто перед тобой. Эн, твои противники. А ты проходил по ним. С довольным, как говорится, лицом. Ну что же, до сих пор ещё не перешли в Лигу Сюгонов в две звезды. Нам не хватает буквально одного боя. И мы с тобой выбираем Рафаэля. Поехали. Так, здесь, смотри-ка, 54 уровень, 53. Но у нас уже пошла имба. Нам уже без разницы, кто здесь будет. Единственное, что я хочу, это полноценные бои. То есть у меня ещё два отката есть. И я, наверное, заберу здесь железноголового. Раз, два, три, четыре. Да, как раз будет ещё один полноценный бой. И это хорошо. Это мне нравится. Ну что, довольные мои малыши, стоите, да? Стоите, ждёте меня? Так. Ну что, добиваем, наверное, да? Армагош, ты как? Чувствуешь себя хорошо? Он чувствует себя просто изумительно. Ты сам видишь, он всех уложил. И значит, мы с тобой сейчас посмотрим, перейдём или нет. По идее, должны. Да, ребята. Сёгунов, две звезды покорено. И у нас ещё с тобой один полноценный бой будет. Так, возьмём с тобой Александра. Он такой грустный. Сашек, не грусти. Всё будет хорошо. Так. И выберем с тобой, наверное, зэка сюда возьмём. Всё. На сегодня это, ребят, заключительная битва. Именно на арене. Так, ну что тут? Тут можно и Леонардо подключить. Тут можно и Усаги сделать массовую атаку. И зэком, конечно же. Ну ты сам понимаешь, что у них шансов вообще никаких на выживание просто нету. Сейчас Усаги здесь делают. Кого-то сразу положат на кого-то постепенный урон. Нет, он всех сразу положил. Он не стал тут церемониться. И сайвите результат. Очень круто, на самом деле, получилось. И мы с тобой получаем местечко 36-е. Окей. Так. Осколки я, наверное, за кадром всё-таки буду набивать. Так, давай-ка глянем с тобой, что у нас по испытаниям. Живи долго и играючи. Это у нас... Ага. Лео. Рафаэль. Так, Майки, Донателло. Ну, в принципе, и так. И кожеголовый. А кого нам дадут? Упс, друзья мои. Мне дали всю имбу. А это говорит о том, что это испытание я пройду от корочки до корочки. И получу всех персонажей. Слушай-ка, давай, наверное, сейчас и пройдём. Да, не будем с тобой перекладывать это на завтра. Пройдём сегодня с тобой это испытание. Так. Кто-то сказал, Рэй, не делай автобой, а проходи сам массовыми атаками. Ребят, ну зачем это делать, когда здесь всё вообще на изи? Всё-таки я считаю, что первые 2, 3, 4, 5 эпизодов можно походить на автобой. Тем более, когда ты сам видишь умние персонажи все тут за 80 уровень. Ну, он только баксер стопан ровно 80 уровня. Но этого достаточно, чтобы дойти до последней волны, да. И, может быть, его придётся там, конечно, отключать. Не факт, опять же. Ать, отлично. Ну, первый забег у нас с тобой великолепен. Он получается идеальным. И мы переходим на второй. Ну, кстати, первый, второй и третий, да, у нас второй, вот третий и... С четвёртого эпизода уже, как говорится, пошли те самые персонажи, которые нам нужны. Так что первый, второй и третий эпизод просто на изи пробегаем с тобой. Буквально на автобое. А дальше уже можно будет, в принципе, и самим поиграть. В ручном режиме. Так, минус рыцарь. А, минус ещё один рыцарь. Откуда вообще эти рыцари тут взялись, да, друзья мои? Причём рыцари, мутант белки и мутант тараканы. Всех в кучу сюда собрали. Это, по-моему, знаешь откуда? В своё время, помнишь, была игра или серия «Сила порталов», да, «Черепашки и ниндзя». Когда они путешествовали по времени. Может быть это из этой оперы? Мне кажется, что именно из этой. Потому что откуда тут ещё могут быть, как говорится, средневековые рыцари в этой игре. Так, ну что, пиццелицово мы с тобой нашли. И дальше у нас идёт эпизод третий, где у нас находится Крип. Крип. Поехали. Крипа сейчас тоже с тобой быстренько получим. Ну, я надеюсь, всё-таки мы с тобой пройдём Кужеголового. Давненько я, кстати, с ним не дрался. По-моему, он здесь будет у нас боссом, да? Это же здесь он будет сейф охранять или нет? Вот этого я не помню. Но босса здесь я вижу пока ещё нет. Так, минус Дони. Минус Крип. Ну, тут тридцатый уровень, поэтому сами понимаете, да? Всё легко. Отлично, разобрались. Ну вот. А с четвёртого эпизода уже начинаются те самые персонажи. Это Леонардо, это Рафаэль, Майки. И Донателла. Вот они красотульки, которые мне нужны. Причём здесь, не забывай, дают по два ДНК. Вот это самое приятное. Не по одной, а именно по два. Ну что же. Ставим, опять же, на ручной режим. Здесь уже четыре волны. Минус Мутант Белка. Они сорокового уровня. Соответственно, мои герои просто их будут здесь рвать и метать. А вот интересно, откуда здесь вот... Почему их звать Люди Грибы? Это что, какие-то люди, которых мутировали в Грибочке? Или в чём проблема? Или почему их именно так называют? Я лично ничего у них людского не вижу. Я бы назвал даже это не Грибы, а Медузы какие-то. Согласись, больше на Медузу похоже. Так, опа. Кожеголовый упал. Опачки. Да, ребята, именно этот босс, крокодил, который попадает в сейф, в гигантский сейф, да, где очень много сокровищ. Так, ну я думаю, что мы его тут наизе порвём. Вот и всё. Сдулся партизан. А причём сокровища такие, да, в сейфе, как будто, знаешь, как раньше любили делать в средние там века сокровища, которые охраняет дракон. Там тоже такая груда золота, плюс там сундуки всякие и тому подобное. Так, ну что же, мы с вами переходим на эпизод пятый. И здесь у нас будет разыгрываться две ДНК на Рафаэля видения. Так. Подожди, какое видение? Это у нас ролевой, да, ребята? Никаких видений. Видение это совсем другая опера, а это именно ролевик. Так, ну что же. Крыся-то у нас встречаются здесь. Полтинники, да, они... Ну, никаких проблем, я думаю, здесь не возникнет. Ой, ой. Клан Футович что-то там прыгает. Он ничего не может сделать абсолютно, даже не нанести какого урона. Даже малейшего. Так. Бронированные тараканы. Тэйдыч. Так, у нас практически у всех по две атаки, и это классно. Но они предпочитают бить своими суперударами. Переходим с тобой на третью волну. И здесь рыцарь-скелеты. Тоже, как мы видим, они для нас ватные. Бутант Белка тоже упала. Так, Майки. Молодец, добил. И то со второй атаки. И последняя, четвертая волна. Здесь у нас... Ага, Рафаэль, Майки и Крыся. Крысиный Король. Слушай, я вот знаешь, когда смотрел мультик в свое время, да? Ведь Крысиный Король, по идее, бы действительно мог бы очень сильно им навредить. Вы помните, да? Что он мог управлять крысами. А Сплинтер, как мы знаем, это крыса у нас. И если бы, наверное, не Эйприл, то мы бы могли, наверное, потерять Сплинтера. Точнее, он бы, наверное, мог бы все-таки уничтожить черепашек. Потому что они полностью доверяли Сплинтеру. Это же все-таки их отец-учитель, наставник и сенсей. И потеряв его, у них бы не было шансов вообще противостоять и Шреддеру, и, как говорится, ему, его дружбанам там всяким. Рок, стади, бибоб и так далее. Так, ну что же, у нас шестой эпизодик. Так, и здесь у нас Микеланджело, да, ролевое будет разыгрываться. Опять же, две штучки. Поехали, друзья мои. Так что, хорошо, что вот так вот получилось у них там все. Ну, так, я забыл включить автобой. Кстати, это уже, получается, у нас... Подожди, а это, получается, предпоследний эпизод, да ведь? То есть, дальше уже будет разыгрываться кожеголовый. Нет, такого быть не может. Шестидесятый уровень. Должен быть еще семидесятый и восьмидесятый, скорее всего, так. Ладно, мы сейчас посмотрим. Просто я немножко что-то углубился в дебри, вспоминая былое. Было из серии про черепашек. Так, ладно, сейчас мы проверим с тобой. Здесь, по идее, должен быть, наверное, босс. Потому что за все эпизоды он должен встречаться три раза. Первый раз мы уже его видели. Сейчас, скорее всего, будет второй раз. И на последнем бое это будет третий. Так, ушатал. Молодец. Зачем ты? Ну, усаги, ну, е-мое, ну, зачем же ты делаешь массовую атаку на одном скелетике? Вот объясни мне. Так, друзья мои. Здесь у нас Донателло, Леонардо и Паукус. Вот это, кстати, неплохо делает Рафаэль. Он усиляет нашу команду. Причем очень сильно. Так, минус Донателло. И я думаю, Леонардо тоже сейчас упадет. Все, мы с тобой получаем ДНК. А на кого? По-моему, на Донателло, да? Если не ошибаюсь, у нас сейчас был. Ну, проверим. А, нет, майки. Сейчас будет у нас... Ага, вот у нас Донателло здесь. А дальше уже кожеголовый. Ну что же, как ты видишь, 75-й уровень здесь. Поэтому нельзя расслабляться ни в коем случае. 5 волн, ручной режим и все дела. Поехали. Так, убиваем. Дальше у нас здесь будет атака. Отлично. Так, хорош. Ну, что ты выделаешься, а? Так, он повесил на себя уклонение, как мы видим. Но это его не спасает. Вторая волна. И здесь опять же... Опять же рыцари. Тут и обычные рыцари, и рыцари-скелеты. Молодец Микеланджело. Круто сделано. Так, Усаги не имеет у нас двух атак. У нас только Лиша Рафаэль и Бакстер Стокланд. Плюс Лео и Майки. Отлично. Шансов у них нет. Однозначно у нас еще, не забывай, есть хилы. В виде Микеланджело и Леонардо. Так, ну что, добивочные. Раз и два. Так, переходим с тобой на третью волну. Опять здесь у нас рыцари-скелеты. Ну, можно было бы, конечно, и массовую атаку сделать. Но я уже попробую, наверное, так их разобрать. Ну-ка. Шикарно. Так, предпоследний скелет. Ой-ой-ой, Майки, почему же ты не добил-то его? А здесь? Да, все выходит. Четвертая волна из пяти. И здесь уже у нас, ага, Майки, Дони, Лео и Рафаэль. Здесь уже не до шуток. Здесь нужно, ребята... Так, 75 уровень. Да, здесь нужно уже поставить, наверное, уклонение. И волну. Так, не забывай, что здесь еще будет босс после этих ребят. Так, минус. Так, Лео вырубим, интересно? Отлично. Так, Адантел, наверное, сейчас будет... А, делает отхил. Ну что же. Дело твое. Только это тебе не поможет. Давай-давай, вторую атаку. Отлично. И переходим в сейф, да? Где нас поджидает крокодил. Причем он спрыгивает в люк, да? Как говорится, в сейф, в ворота. А с какого перепуга мы сбоку здесь вышли? Вот этого я не понимаю. Что это за сокровщица такая, где есть вход где-то сбоку? Через какие-то пещеры. Ну что же. Довольно легко мы с тобой победили этого крокодилчика. И мы переходим с тобой на последний эпизод. Где будет разыгрываться кожеголовый. Который мне, как ни странно, нужен очень сильно. Потому что его очень тяжело где-либо найти. Конечно, можно его за жетоны, по-моему, покупать. Ну, ты знаешь, как у нас эти жетоны копятся. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Я, ребят, забыл убрать Бакстер Стокмана из компании. Так, тихонько. Подожди-ка, я что-то заговорился, заговорился. И я буду надеяться, что он у нас все-таки выживет. Он самый слабый из всей вот этой, ребят, пятерки. Так, тихо. Ай, даже чувствуется, какой наносится урон нам. Смотри. Да. Нам, наверное, придется с тобой сейчас хильнуться. Ну, может быть, не в этом бою, но в следующем обязательно. Иначе мы можем с тобой кого-нибудь потерять. Так, переходим на вторую волну. Здесь, опять же, у нас рыцари. Наверное, сделать надо массовую атаку. Все равно мы с тобой быстренько ее получим. Откат у нас к последнему боссу произойдет. Так, постепенно урон повесился на троих. Поэтому нам вот этих уничтожить, а остальные все должны сами, по идее, упасть. Так. Ну. Да елки-палки. Никому не дал шанса, ребят. Просто никому. Даже никто не успел сделать хода. Так, а здесь у нас скелеты, да? Рыцари. Я, наверное, все-таки хильнусь. Чтобы у Леонарда произошел откат по скиллам именно уже ближе к боссу. Так, давай добьем, наверное, скелета этого. Отлично. Так, следующий у нас кто? Ну, давай вот этого, предположим. Ушатаем. Ага. Смотри, что творят. Блин. Так, тихо. Давай этого добьем. Так, можно, в принципе, было бы поставить уклонение. Но я думаю, что это будет уже со следующего боя. Так, добиваем этого скелета. И остается красный. Ну, куда он там? Вот, ты видишь, что он делает? Ты видишь, что он сделал свою супер-атаку. И надо, кстати, нам работать на провокации. Потому что мы можем Бакстера потерять. У него мало здоровья. Блин. Так. Наверное, все-таки хильнемся. Все-таки хильнемся с тобой. И сделаем массовую атаку. Воу, воу. Тихо. Даже ни на одного не повесили постепенный урон. Ты прикинь? Так, пробафались маленько. Так, и теперь, наверное, все-таки придется сделать вертушку еще ко всему прочему. Да что ж такое-то? Массовые атаки пошли, ребята. Но его ушатаем сейчас. Понятное дело. Так, Лео берет провокацию. Ну, а Донни, наверное, будет хилять. Ну, естественно. И это, в принципе, хорошо, что они именно так решили разыграть. А мы с тобой, наверное... Нет, без провокации, но зато с усилением атаки. Шикарно. Так, теперь должны мы их, в принципе, быстренько пробить. Так, Донни, ты не волнуйся. Все будет хорошо. И мы переходим с тобой к боссу. Ну, давай, крокодил, выходи. Сейчас он будет лютовать. У него есть массовая тоже атака. Это, по-моему, лазер, который он применяет из глаз. Смотри, что творит, а? Смотри. Он повесил дебафы. Так, мы с тобой попробуем повесить уклонение. Так, дальше что? Давай его так, наверное, зарядим. Попробуем на него повесить постепенный урон. Повесили. Так, теперь нам нужно с тобой... Блин, либо хильнуться. Нет, я все-таки пробивной сделаю. Воу, воу. Я его ушатал, друзья мои. Ха-ха. Изи кул. Ты сам прекрасно сейчас видел, как все получилось. Лео красавчик. Просто прожарил этого крокодилечка. Ну что же, ребят, мы получаем с вами две ДНК на кожеголового. Что очень приятно, на самом деле. И это испытание у нас пройдено. Так, у нас 73 телепорта. Вот здесь, кстати, неплохо фармить. Здесь, в любом случае, ты остаешься в выигрыше. Я вот не помню, у нас Микеланджело этот полностью найден или нет. Можно две попытки сделать. Ай. Три золотых осколка. Да елки ты, палки. Две попытки были. И то потратили на какую-то ерунду. Да, друзья мои. Красиво. Кстати, я хотел посмотреть, сколько у нас ДНК нужно на донателло-ведение. Елки-палки. Всего лишь двух штучек нам не хватило, чтобы мы перевели его в четвертый золотой ранг. Да? Четвертую золотую звезду. Немножко даже как-то обидно. Так, а если мы заглянем с тобой в магазин? Здесь абсолютно ничего нету, да? Чтобы нам помогло. Так, монеток у нас не хватает. Всего лишь 47 штучек. Ну, как ты помнишь, мы с тобой ищем ДНК на Рафаэле. Точнее, не ищем, а копим. А по жетончикам. Вот, ребята, вот здесь можно кожеголового покупать. Как ты видишь, 710 жетонов он стоит. 3ДНК, но это очень-очень долго. Так, нам вот здесь вот можно, в принципе, было бы его купить. Но, опять же, с жетонами большущие проблемы. Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»!